Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на третьем этаже нашего огромного шестиэтажного склада. Здесь у нас генераторы, гуры, турбины и много самых интересных запчастей для вашего автомобиля. Возвращаемся на второй этаж, где у нас обычно происходит съемка. Прямо сейчас мы разберем маленький, надежный японский мотор K12B. Встречаем! Автомобиль Opel Agila – это клон Suzuki Splash, поэтому все двигатели под его капотом японские. В частности, вот этот агрегат объемом 1,2, 4-цилиндровый K12B. Двигатели Suzuki K-серии производились с 1996 года и имели в своем арсенале только объем 1,0. С 2009 года начали выпускаться двигатели с объемом 1,2, 1,4 и 1,5. Эти двигатели современные и рассчитаны на самые строгие экологические нормы. Два распредвала с фазовращателями, 16 клапанов без гидрокомпенсаторов, легкосплавный блок и бесшумная цепь Morse. Двигатель K12B нашел применение на таких автомобилях как Suzuki Splash, Suzuki Swift и Opel Agila. Атмосферный мотор объемом 1,2 литра на практике хлопот не вызывает, то есть поводов для ремонта он не дает. Да, он выпускается 10 лет, что относительно недолго. Но современные двигатели выходят из строя и при пробегах вдвое меньше. На практике же хлопоты вызывает опциональный вариатор, который работает в паре с двигателем K12B. Вы постоянно просите больше Павла. Павла больше, больше Павла. Встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Двигатель Suzuki K12B оснащен электронной дроссельной заслонкой. В случае ее поломки очень редки, но необходимость чистки все-таки иногда появляется. При незначительном нарушении хода заслонки двигатель неадекватно реагирует на педаль акселератора и холостой ход может плавать. При значительном нарушении хода заслонки появляются соответствующие ошибки. Хоть двигатель K12B и современный, но система вентиляции картерных газов устроена по канонам 90-х. То есть маслоотделитель в клапанной крышке по вот этой трубке газа во впускной коллектор идут, когда дроссельная заслонка приоткрыта. А по вот этой трубке газа идут во впускной коллектор, когда заслонка максимально открыта. Многие владельцы автомобилей Opel и Suzuki жалуются, что этот мотор плохо прогревается. Производительности печки в сильные морозы не хватает. Эта особенность более явно проявляется на автомобилях с вариатором, где гидравлическая жидкость имеет теплообменник, который омывается антифризом. Можно сказать, что это особенность данного двигателя. Но на рынке есть и более горячий термостат, который открывается при 88 градусах. Для улучшения температурного режима многим владельцам приходится перекрывать радиатор, а также утеплять мотор. Еще одна особенность конструкции более современного двигателя. По 12 отверстий для распыла в каждой форсунке. И форсунка уплотняется вот такими большими уплотнительными резиновыми кольцами. На практике данные форсунки ни в чем криминальном пока не были замечены. Катушки зажигания способны пройти более 100 тысяч километров, а менять их приходится из-за растрескивания корпусов. Если корпуса растрескиваются, тогда катушки зажигания пробивают. Симптомы пропусков зажигания – стандартный неровный холостой ход и заметное снижение мощности. Вдобавок из-за изношенных свечей двигатель может начать плохо разгоняться. На двигателе Suzuki K12B, как и на многих японских двигателях, клапанная крышка уплотняется вот такой резиновой прокладкой. Так как самому старшему двигателю K12B 10 лет, то прокладка относительно эластичная. Но с возрастом, естественно, она может задубить и дать течь маслом. К счастью, легко меняется. Муфты фаз газораспределения на двигателе K12B гидравлические. За подачу масла к ним отвечают два соленоидных клапана. Преждевременных отказов муфт и клапанов обычно не случается. На практике клапаны и муфты могут стать жертвой несвоевременной замены масла. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют и бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Если говорить о состоянии кулачков распредвала, то все очень даже хорошо. Пластинчатая цепь ГРМ на двигателе Suzuki служит прекрасно и внимания не требует. Она доступна только в оригинале, заменителей нет. Ничего удивительного в конструкции этой цепи нет. Это обычная зубчатая цепь, которая применялась на автомобилях с бензиновыми двигателями с начала 2000-х годов. На моторах других производителей она растягивалась, а на моторах Suzuki она внимания не требует. В нашем случае она тоже минимально растянута. Обратите внимание на выступание натяжителя, как будто бы с конвейера. Так как этот двигатель с двумя фазовращателями, то клапан EGR ему не положен. Но по вот этому заглушенному каналу и по вот этой отливке мы видим, что на некоторых версиях этого двигателя клапан EGR предусмотрен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так выглядит ГБЦ со свежего мотора, который практически не ел масла. Практически, потому что вот такого небольшого отшелушивающегося нагара быть не должно. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения и небольшой нагар на донышках поршней. Возможно, этому мотору надо было промоториться на высоких оборотах. Хон как с завода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сегодня мы реально разобрали автомобиль. Отличный мотор. Посмотрите на состояние коренных вкладышей. Идеальное. Такое же состояние и у шатунных вкладышей. Коленвал вообще без износа. По поршням поршни имеют Т-образный профиль. Заметьте, здесь нет сквозных отверстий для отвода масла. А есть только вот эти прорези. Если говорить по состоянию маслосъемных колец, то они не закоксованы и не залегли. Также не залегли и компрессионные кольца. Но присутствует нагар на жаровом поясе. Это говорит о том, что этому моторчику реально надо было промоториться на большой скорости. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали реально надежный силовой агрегат японский, который спроектировали в конце 90-х годов. И к состоянию этого мотора у нас вообще никаких претензий нет. Все эти запчасти вы, естественно, можете найти в «АвтоСтронг-М». Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».